Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что на ваш вопрос, да, вот вопрос, ну, вашей ситуации, вопрос вашей проблемы, да, можно решить через разбор, через рассмотрение в нескольких аспектах вашей истории, вашей ситуации. Да? Значит, смотрите, первое, то, что с одной стороны, на мой взгляд, на мой взгляд, с одной стороны, вы достаточно остро нуждаетесь в отношениях, то есть вам вот хочется отношений, вам вот хочется чувств каких-то эмоций, эмоций, вам хочется любить, да, быть любимой, возможно, возможно. С другой стороны, с другой стороны, вполне возможно, что всё это вам просто кажется, что на самом деле ничего этого нет, да, и что всё это просто, ну, как бы, совпадение. Вот. То есть здесь, конечно, не совсем понятно, в чём конкретно вам нужна помощь от нас. То есть вы хотите, чтобы мы вам помогли, это понятно, но в чём мы помогли вам, я, если честно, честно, не вижу пока. Я не вижу пока того, в чём мы можем вам помочь. Если вы о нём постоянно думаете, это могут быть, это может быть, может быть, механизм навязчивости, то есть это могут быть навязчивые у вас мысли, да, навязчивые какие-то идеи, вот. Но опять же, да, опять же, это нужно выяснять, то есть это нельзя вот так просто взять и сказать, что у вас навязчивые мысли. Давайте для начала, для начала просто оттолкнёмся от того, чего бы вы хотели, вот. Вот сами вы, сами вы чего бы хотели? Вот ваши мысли, да, они у вас, по поводу чего, ну, возникли, по поводу чего у вас возникли мысли. Вот. То есть давайте вот с этим аспектом опять же подумаем, то есть подумаем на эту, на эту тему с вами. Вот. И вот уже отталкиваясь от того, чего вы хотите, можно будет исходить. Именно отталкиваясь от того, чего вы хотите. Вот. Вот. И только, только от этого. Вот. Вот. У вас, безусловно, маленькая вероятность того, что это любовь с первого взгляда, вот. Скорее всего, просто мужчина посмотрел на вас так, как вам хочется, чтобы на вас смотрели. Ну, мужчины, вот, он вам дал почувствовать себя такой, ну, почувствовать себя женщиной. Вот. Вам это понравилось и вы решили, что это вот, ну, это вот так. Теперь. Нормально ли это? Да, вполне, вполне нормально. Вот. Просто, еще раз повторю, вам тут вот нужно определить с тем, с чего вы хотите. Вот. То есть, если вы хотите с ним познакомиться поближе, например, да, то, что делать, я думаю, вы знаете, если вы хотите познакомиться поближе. Вот. Если, если вы хотите чего-то еще, да, то есть, если у вас есть какие-то вот ваши желания собственные, то тут момент, конечно, немножко другой. Если у вас есть какие-то трудности, да, какие-то, а, ну, может быть, может быть, у вас есть какие-то проблемы, опять же. Вот. Вот. То, здесь, конечно, история совсем другая. Ну, вот. То есть, это момент, момент, он такой, он, ну, так это работает. Ну, вот. То есть, тут нужно разбираться. Нужно разбираться, конечно, конечно. Ага. Безусловно, да? Безусловно, нужно разбираться. Вот. Безусловно, нужно разбираться. как и что с вами произошло, и уже, вот, исходя из этого, можно будет что-то говорить. Вот, значит, ну, вот тут вы пишете, что вы думаете об этом человеке, да, вот, ну, как-то вот вы думаете об этом человеке, я предлагаю вам посмотреть, подумать, в каком ключе вы о нём думаете, в каком ключе вы думаете об этом человеке, именно в ключе в каком. Вот, и от этого уже отталкиваетесь, отталкиваетесь в своём понимании ситуации. Вот. Вы просите, значит, помочь вам. А как помочь? В чём вам помочь? То есть какую помощь вы хотите? Помочь разобраться в себе, да, хорошо, для этого нам нужна история вашей жизни, для этого нам нужно увидеть, что с вами, для этого нам нужно понять вас. Вот. И, соответственно, тогда уже можно будет о чём-то говорить. То есть, пока вы, ну, пока вы не подоставили информацию о себе настолько, чтобы можно было говорить, откуда это у вас. А то есть, если вы долго одна, то это одно, если вы хотите всего-то, это другое. Вот. Дальше, значит, есть такое понятие, как импринтинг. Понятие импринтинга раскрывается через мгновенный визуальный контакт. То есть, грубо говоря, грубо говоря, если когда-то вас что-то очень сильно задело, да, вот. Ну, допустим, допустим. Вот. То это даст о себе знать. Это даст о себе знать. Вот в виде такого аспекта. Ну, в виде, в виде такой ситуации. Вот. Тут тоже нужно проанализировать, да, может быть. Когда-то ваши отношения с кем-то другим, да, были прерваны очень жёстко, негативно. И вы, допустим, до сих пор, например, пребываете в таком неприятном для себя состоянии. Вот. Ну, то есть, здесь вот нужно исследовать этот аспект. Исследовать этот аспект, исследовать эту ситуацию. В целом. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам порекомендовать, да. Вот. Рекомендация моего коллеги очень хорошая в том смысле, что... Ну, в том смысле, что... Вы действительно можете... В следующий раз, когда... Увидите этого человека, да, вы действительно можете... Как-то, вот, донести до него... Свои желания, да, просто, ну, познакомиться с ним и... Собственно... Тем самым... Посмотреть... Ну, вот... Тот ли этот человек... Которого вы... Хотели бы видеть? Вот. Тот ли, тот ли этот человек, который вам интересен? Вот. Или... Нет. Соответственно. Да? Если это тот человек... То вы с ним... Построите отношения, если это тот человек. Если это не тот человек, то вы, соответственно, для себя завершите... Ну, завершите эти отношения и просто больше не будете к этому возвращаться. Вот и... Вот и всё. Собственно. Ну, вот. Понимаете? А пока... Пока вы пребываете в неопределённости, да, потому что... Потому что... Вы сами ничего не решили. Для... Себя. Понимаете? Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я понимаю, что этого достаточно мало. Вот. Но... Тем не менее. Есть большая вероятность того, что вы с этим мужчиной сейчас столкнётесь. Вот. Есть большая вероятность этого. Поэтому... Просто не упустите следующий... Следующий момент. Вот. Не упустите... Не упустите его и... Просто... Поговорите. Не об этом. Вот. А если вы, допустим, хотите с ним познакомиться, да, но не можете по... Какой-то причине, допустим. Вот. То это, соответственно, уже можно говорить о чем-то таком более глубоком, да. Например, о запрете на сближение, на запрете связи с мужчинами. И тогда уже согласитесь, ваши чувства, которые вы испытываете сейчас, да, они приобретают совсем иной смысл. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.